Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. 12 часов 3 минуты 45 секунд московское время. В эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина. У нас начинается рубрика «Наука и технологии». Друзья, у нас в гостях сегодня врач-невролог, мануальный терапевт, остеопат Антон Киселёв. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня будем, как я люблю говорить, проводить ликбез. Поговорим, как выбрать остеопата, что это такая за наука сейчас. С одной стороны, популярная, модная, на слуху. Но вот чем занимаются специалисты, не все знают. С чем могут помочь? Да. Когда обращаться? В моей практике это пациенты с болевыми синдромами. Различные локализации. Это могут быть головные боли, это боли в позвоночнике, в шее, в руках, в ногах. Иногда бывают гинекологические пациенты. Часто беременные обращаются, потому что у них во время беременности происходит изменение тела. И поясничка часто испытывает большую нагрузку. И можно легко помочь. Вот как раз методами остеопатии, прикладной кинезиологии. Ну а как человек идет сам целенаправленно к остеопату? Либо так, как обычно мы привыкли, идет к терапевту, его должны направить, дать направление? Ну, чаще всего пациенты приходят, когда у них уже есть проблемы явные. Когда они их уже ощущают, они мешают в той или иной степени нормально функционировать. И понятно, что человек сам может уже прийти напрямую? Да. Профилактически очень редко кто-то приходит. И ведь нужно понимать, что проблема с той же самой опорно-двигательной системой, как правило, это хроническая проблема, которая развивается в течение долгих лет. И благодаря диагностике кинезиологической, остеопатической, можно выявить проблему на более ранних этапах, когда она еще не проявила себя болью. Но, к сожалению, пока сейчас люди мало об этом информированы, и специалисты даже мало об этом знают, смежники. Поэтому люди в основном приходят уже готовенькие с болью. Понятно. Что касается кинезиологии, Антон, вот об этом чуть-чуть расскажите. Есть остеопатия, есть кинезиология. Вот разница, да. В чем разница? Кинезиология – это такая продвинутая неврология. Если обычный невролог смотрит рефлексы молоточком, то кинезиолог использует для этого мышечный тест, то есть миототический рефлекс, рефлексное растяжение. Ну, суть его примерно такая же, как у рефлексов молоточком, но мы смотрим под нагрузкой. То есть можем посмотреть человека не только сидя или лежа, а сделать специфическую нагрузку, например, принять рабочую позу человек может, вот в которой у него, собственно, все и болит. Мы посмотрим, на каком уровне происходит поражение нервной системы. То есть периферическую нервную систему можно, ну, если так сравнить, вот как электрики прозванивают провода и смотрят, где есть… Замыкание. Ну, где есть замыкание, да. Ну, так же кинезиолог может выявить конкретный очаг проблемы. И часто это бывает не то место, которое болит. Но если мы полечим в том месте, где есть проблема, то, как правило, то, что болит, тоже станет лучше. С какими заболеваниями может справиться кинезиология? Ну, у нас есть такие заболевания, которые у всех на слуху, это остеохондроз. Я на самом деле не считаю это заболеванием. Это просто закономерное такое старение организма. Так же, как морщинки на коже появляются. А, это же так. То есть это, в принципе, неизбежно. Ну, это неизбежно, просто развивается в разной степени. Есть какие-то предрасположенности. У кого-то более выражены эти изменения. В зависимости от образа жизни, например? От образа жизни, я думаю, зависит очень много. Вот смотрите, получается, наверное, самый распространённый шейный, да, остеохондроз? Или какой? Чаще всего приходят люди с шеей, особенно в последнее время. Это боли в шее, головные боли. Это связано, наверное, с ритмом жизни, с частыми стрессами. И вот остеопат, кинезиолог за сколько? Вот ещё мануальная терапия. Мы не понимаем разницу между всем. Ну, понимаете, человек устроен, ну, собственно, одинаково все люди, плюс-минус устроены. Соответственно, все методы имеют очень много похожих... Техник. Похожих техник, да. Просто какая-то школа считает, что она, допустим, лучше. Да, да. Это борьба школ. Ведь в остеопатии есть техники, которые довольно болезненные. Вот все считают, что остеопатия – это не больно. Положил ручки, да, да, да. Да, так называемые эти бутербродные техники, и всё прошло. Но ведь зачастую человеку нужно восстановить... Ведь на самом деле, вот на мой взгляд, самая важная задача – это восстановить подвижность тканей. Восстановить нормальную эластичность, насколько это возможно. Вот. И для этого часто приходится делать мобилизационные техники. То есть нужно брать и механически двигать, да, там, позвонки, двигать суставы. Давайте мы сейчас подвигаем в сторону музыки наш эфир. Очень скоро вернёмся. Между прочим, нашему гостю, доктору Киселёву, вопросы можно оставлять в ВКонтакте страны FM, дорогие друзья. Если что-то у вас болит, если чувствуете, что какой-то хондроз где-то, напишите. Мы спросим Антона, он даст консультацию здесь. Вылечим через экран. 909-928-1-89-9, это СМС тоже. Спасибо, Савдиане. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна FM. Мы продолжаем. У нас сегодня врач-невролог, мануальный терапевт, остеопат, кинезиолог Антон Киселёв. Смотрите, слушайте, не пропускайте. Да, нужно сказать, что в одном специалисте могут заключаться несколько, так скажем, подпрофессий. То есть человек, который заявляет, что он специалист, и может вам помочь, он знает и из остеопатии что-то, и оттуда, и оттуда. И мануальная терапия, и кинезиолог. Да, то есть обладает некоторыми техниками. Ну, это зависит от того, насколько человек хочет развиваться. Я в своей работе пришёл к тому, что те методы, которые я изучал, не давали мне всех инструментов, которые необходимы для работы с разными пациентами. Поэтому я изучал другие методики. Сначала у меня была мануальная терапия, потом остеопатия, потом рефлексотерапия, иголочки, потом прикладная кинезиология. Ну, были разные импортные методики. Это метод Майтлэнда, концепция Маллиган, FDM-терапия. Есть традиционные методики китайские, там, метод баланса, мастера Тана, ещё что-то. У каждого метода есть свои нюансики. Плюс-минус многие методики похожи. Даже если человек будет наблюдать за работающим специалистом, можно заметить, что многие методики похожи. Но есть какие-то свои нюансы у каждой. Вот это заставляет учиться. Потому что каждый раз приходит пациент какой-нибудь, который тебе говорит, что чего-то не хватает. Понятно. Чего не хватает, Ольге? Давайте послушаем. Давайте узнаем. Сейчас мы... Минутку я дам наушники Атону. Да, друзья, я пока напомню. Наш телефон 495-276-089-9. Телефон прямого эфира. Также WhatsApp Viber 909-928-1-89-9. СМС, задавайте свои вопросы. Группа ВКонтакте, страна FM. У нас сегодня Антон Киселёв, врач в гостях. Антон, вот надевайте наушники. И у нас есть звоночек. Нам дозвонилась Ольга. Ольга, добрый день. Вы в эфире. Ваш вопрос. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Ольга. У меня вопрос к доктору Киселёву. Так. Ну, вот я кое-что знаю об остеопатии. Кинезиологии, конечно, меньше. Но мне вот как женщина взрыва волнует такой вопрос. Может ли остеопатия как-то, ну, не продлить молодость, ну, хотя бы не позволить стареть? Мне 55. Спасибо, спасибо, Ольга, за вопрос. Давайте послушаем ответ. Остеопатия может помочь человеку жить более комфортно. Качественной жизни. Это не универсальная какая-то таблетка, которая может вылечить все болезни. Но улучшить состояние, улучшить подвижность, активность, конечно же, может. Антон, вот ещё такой вопрос. Если человек, специалист, он и остеопат, и мануальный терапевт, как понять обывателю, какого специалиста выбрать, особенно в Москве, в Петербурге, где, в принципе, очень много вроде как хороших специалистов, на что опираться? Какие критерии, может быть, какие-то сертификаты, что-то ещё? Ну, а что обращать внимание? Ну, я считаю, что остеопат, прежде всего, должен быть врачом. Традиционный, то есть. Да. Классическое. Классическое образование. Да. Я врач-невролог, и это мне очень во многом помогает. Всё-таки мышление неврологическое, оно помогает в этой работе. Чаще всего идут ещё и с травматологией. Да. То есть, опять же, в основном люди обращаются с опорно-двигательной системой, да, то есть с её проблемой, поэтому ближе как раз вот к этим специальностям. Ну, есть и другие специальности, которые успешно работают. Вот. Как выбрать специалиста? Ну, сейчас это официальная специальность, да, то есть есть сертификат у специалиста, который прошёл обучение. Школа – это четыре года, то есть за четыре года можно очень многому научиться. То есть это после медицинского института, шесть лет, да, и ещё четыре года, вот так, десять лет? Ну, можно начать учиться, допустим, на последних курсах института, но сертификаты, все документы вы получите только при наличии свидетельства об окончании ординатуры, там, по неврологии, допустим, или по мануальной терапии. Сейчас есть ординатура по остеопатии. Понятно. Ну что, мы прервёмся ненадолго. Друзья, у нас рекламная пауза, и совсем скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Не забывайте, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». Спасибо Денису Майданову, и спасибо Антону Киселёву, нашему гостю, что он нашёл время и пришёл сегодня нам рассказывать интересные медицинские вещи. Да. Итак, разобрались, как правильно выбирать специалиста. Теперь, может быть, мы расскажем о профилактике, вот какой... Ну, как поберечь себя. Помощь, да, может себе наш слушатель и зритель оказать. Правила эксплуатации организма, Антон. Да. От специалиста. Наверное, можно начать с того, что основная задача, вернее, одна из основных целей лечения – это убрать травмирующий фактор. Так. Да, то есть это как раз и говорим о профилактике. Если человек весь день сидит в офисе, то нужно организовать своё рабочее место таким образом, чтобы не получать постоянную ежедневную травму, потому что связки мышцы перегружаются, и, соответственно, развиваются изменения намного быстрее в позвоночнике, меняется осанка, меняется подвижность суставов, да, там суставы могут страдать, диски страдают. То есть прежде всего эргономика рабочего места. Если вы занимаетесь каким-то физическим трудом, то нужно выполнять его правильно. То есть есть определённые правила, по которым работают, например, массажисты, мануальные терапевты. Постоянный контроль осанки во время работы, да, позы рабочей, он, конечно, будет профилактировать многие проблемы. Ну, надо разобраться с человеком. Да, конечно. Когда пациент приходит на приём, мы обязательно с ним эти моменты все обсуждаем, проговариваем. Понятно. Вот. Ну, естественно, что все должны помнить, сейчас много времени проводят люди в смартфонах, в планшетах. Представим такое. Да, да, да. Ну, можно же взять его иначе. Ну, да. Чтобы не растягивать свою шею. Вот. Также, конечно, нужно заниматься профилактикой. То есть человеку нужна физическая активность. Вот какая полезнее всего? Ну, такая комбинированная, может быть, универсальная. В нашем ритме, ну, хотя бы раза два в неделю ходить на силовые тренировки, это оптимально. С угощением, в смысле тренажерный зал. Ну, раза два в неделю, да, посещать. Ну, я могу сказать так, что по опыту последних там трёх с половиной лет, пациентки, которые ко мне, там пациенты приходили, и потом уходили к моей жене тренироваться, у меня супруга тренер по фитнесу, они ко мне не возвращаются. В среднем они занимаются два раза в неделю. Но я их больше не вижу. Понятно. Они постоянно передают привет, говорят, что всё хорошо. Ну, силовые вы имеете в виду именно с весом, ну, то есть не собственным весом? Собственный вес, свободный вес, резинки. Сейчас очень много всяких тренажёров функциональных именно. Не нужно поднимать большой вес, здесь не нужны большие мускулы, вам нужны просто разнообразные движения, которые будут поддерживать в хорошем состоянии вашу опорно-двигательную систему. Просто у меня силовые тренировки, сразу ассоциация что-то тренажёрное. Сразу 240 живёшь, да? Ну, не то, что 240, тренажёрка, тяга. Можно сделать очень большую нагрузку без больших весов, да, не травмируясь. Понятно. Сейчас очень много разных методик, там статодинамика, статика. Статодинамика, да, вот одна фраза, да, уже значимая. Может быть, плавание для организма? Плавание хорошо, но я могу сказать, что у меня есть пациенты, которые чемпионы мира, олимпийских игр, но их плавание не исправило. То есть, если у человека есть проблемы, ему нужно специфическое упражнение, чтобы корректировать ту проблему, которая у него есть. И для каждого человека есть определённые нюансы, то есть нужно подбирать это упражнение правильно. Антон, после какого возраста надо обязательно прийти к остеопату и проверить сюда? И про детей ещё интересно тоже. Ну, наверное, если вы никогда не были у остеопата, стоит сходить. Сразу, как только послушали, посмотрели программу, пошли. Ну, любому человеку всё равно нужно какое-то техническое обслуживание проходить. Мы же обслуживаем свои автомобили, мы меняем масло, там, наблюдаем, не износились ли колодки. Наверное, точно так же профилактически лучше приходить к специалисту. Пускай это будет не только остеопат, там, прикладной кинозеолог, и многие мануальные терапевты прекрасно работают. Ведь то, как называется специалист, это не полностью отражает то, чем он владеет. В Москве очень много школ разных, все постоянно учатся. Ну, то есть тут нужно найти просто и в системе их посещать, так скажем. В основном, да, ведь все приходят по сарафанному радио. Помогу, слава богу. Ну, последние два с половиной года на меня, например, в клинике никакой рекламы не давали. И все пациенты приходят по рекомендациям. Вот так и находят специалисты. Друзья, нам сейчас сверху рекомендуют сделать небольшую паузу, после которой мы вернемся к разговору. Оставайтесь в компании Страна.ФМ. Дамы и господа, это снова телерадиоканал Страна.ФМ. Мы продолжаем программу, которая посвящена науке и технологиям. У нас сегодня врач-невролог, мануальный терапевт, остеопат Антон Киселев. Да, у нас только вопрос на самом деле. Давайте вот какой вопрос. Смотрите, мы уже сказали, что люди должны заниматься спортом, причем активным спортом. Некоторые люди это делают так активно, что потом что-то у них происходит. И вот, по крайней мере, я видел, наклеивают разные ленты и тейпы, вот как вот это вот используется. Да что это такое вообще, да? Кинезиотейпинг – это действительно рабочая методика. Я в своей практике использую довольно ограниченно, потому что есть более другие эффективные методики, которые я могу использовать. Но вообще это завоевывает популярность, и спортсмены профессиональные часто это используют. Эти тейпы позволяют стабилизировать, допустим, сустав в некоторых случаях, облегчают болезненные ощущения, улучшают отток лимфы, да, за счет постоянного смещения этого тейпа. Отек быстрее исходит, синячки проходят быстрее. Действительно, это работает. Но все-таки надо пойти к специалисту, да, чтобы наклеить Самые простые аппликации, там, допустим, при боли в спине, там, в поясничке, вы можете и сами наклеить на шею просто самому, допустим, тяжело наклеить, на коленку, на плечевой сустав, многие мои пациенты исходят. А в чем там, как это работает? За счет чего такой эффект происходит? Ну, теорий достаточно много на данный момент. Во-первых, это стимуляция рецепторов. Ну, скажем так, вот теория входных ворот через ворота может пройти определенное количество человек. Если мы туда запустим своих, то чужих пройдет меньше. Ну, соответственно, боль тоже будет проходить меньше. Будут другие сигналы проходить по этому проводу. Вот, плюс, опять же, улучшение микроциркуляции крови, снижение, уменьшение отечности, да, то есть лимфоотток улучшается. Быстрее заживает ткани. Ну, плюс поддержка еще как дополнительный корсетик такой мягкий. У нас тут есть вопросы определенные. Девушка пишет, Дарья, очень длинное сообщение, но суть в том, что если долго не может похудеть, видимо, есть лишний вес. Вот помогают ли такие практики, как ваши? Надо искать причину лишнего веса. Возможно, там какие-то эндокринные нарушения, возможно, банальное переедание. Ну, то есть нельзя заменить теплое мягким. Остеопатия не решит эту проблему. Обычные массажи, классические, их тоже советуют. Они дополняют друг друга? С какой целью? Ну, не знаю, допустим, нам говорили, что для кровообращения, при боли в спине, там, разруска мышц. Вот как они взаимодействуют? Классический массаж и мануальный? Ну, в своей практике я не рекомендую пациентам обращаться на массаж, но это бывает редко. Да, потому что я делаю все, что необходимо для пациента. Но бывают некоторые случаи, когда действительно еще дополнительно нужно поделать массаж. Да, они дополняют друг друга. Дополняют друг друга. То есть, в принципе, одно другого не исключает, если человек ходит там туда и туда. Нет, но, опять же, мы живем в таком ритме, что человеку тяжело ходить и туда, и туда. Нет, в разное время, например. Да. В принципе, оно взаимодействует друг с другом. Понятно. Антон, какие заболевания кинезиология, остеопатия может вылечить без разрезов, без хирургического вмешательства? Это же тоже очень важно. И были ли такие случаи? Ну, в основном и остеопатия, и кинезиология лечат функциональные состояния. То есть, не конкретную болезнь, а нарушение функции. И часто бывает, что не соответствует картинка на рентгене, допустим, на МРТ, и клиническая картина. То есть, болевой синдром может быть очень выражен, но при этом минимальные изменения. И мы понимаем, что причина боли находится не там, где мы её ищем. То есть, очень часто мышечные дисбалансы приводят к перегрузке связочного капсульного аппарата. И это даёт сильные боли. Понятно. Кинезиология как раз даёт возможность более детально обследовать пациента и лучше найти причину. То есть, бывало так, что отменялись операции, лечили таким способом? Я могу сказать, что раньше я отправлял очень много, ну, как по нынешним меркам много, на операцию к нейрохирургу я отправлял довольно часто с большими грыжами. За последние 3 года я, наверное, отправил человек 4 всего. То есть, всё это уже лечится так? Да, да. Консервативно, конечно. Есть строгие показания к операции, когда просто нельзя ждать, потому что последствия могут быть хуже. А всех остальных можно лечить консервативно. Вот опять, если вернуться к нагрузке, вы говорите о том, что много, ну, скажем так, заболеваний из-за того, что сидячий образ жизни у людей, нужна нагрузка. Вот своими силами в домашних условиях человек может создать вот эти условия? Там просто больше ходить, например. Что ещё? Есть специфические упражнения. Конечно, если вы хотите быстро и эффективно, то нужно обратиться к специалисту, он всё вам скорректирует на приёме. И покажет. Берёт корректирующие упражнения. Хорошо, не быстро. Согласны надолго. Если не быстро, но какие-то простые вещи может человек сделать. Опять же, я сам себе не могу некоторые манипуляции сделать, хотя я умею делать их другим. Это зависит от ситуации. Ну, понятно. Ну, конечно, человеку можно улучшить качество жизни, выполняя такие вот совсем простые манипуляции. Есть, если найдёте мою страничку в Инстаграме, у меня там есть видео. Рекомендации такие. Ну что же, у нас, Ром, твоя любимая песня прямо сейчас. Дорогие друзья, группа Бандерас на телерадиоканале Страна.ФМ. Вы пока подумайте о чём-то хорошем и ваше тело само расслабится. Дамы и господа, врач-невролог доктор Киселёв в гостях у нас. Мы посмотрели Инстаграм. Действительно, рекомендуем. Заходите, подписывайтесь. В общем-то, не болейте, пожалуйста. Давайте вот о чём. По питанию. Может быть, есть какие-то рекомендации? Может быть, солёные они есть или там что-то такое? Как? Что-то копится у нас там не то. Есть общие рекомендации, которых я сейчас придерживаюсь. Я стараюсь исключать сладкое, то есть углеводы. Да, у нас в рационе очень много углеводов. Простых? Да. Да, то есть, ну, всякие пироженки, печеньки, конфеточки, сахарочек. Ну, овсянку ешьте, гиполез. Овсянку, ну, не всем можно, но да. По питанию нужно питаться более-менее полноценно, разнообразно. То есть продукты нужно готовить желательно самому. Конечно, готовые продукты, они всегда дают в себя опасность, особенно в большом количестве. Но более подробно нужно обследовать человека, нужно смотреть, что ему нужно. Для этого есть специалисты по питанию. Сдавать анализы? Ну, нужно обратиться к специалисту, и там уже будет понятно, нужно ли сдавать анализы. Потому что самому можно сдать очень много анализов, но не ответить на главные вопросы. Что есть? Антон, куда вот эта вот наука, кинезиология, дальше идёт? Она же развивается, как и все науки. Какие перспективы? Что там? Может быть, какие-то форумы у вас, конференции проходят? Что там скоро, может быть, откроется? Да, у нас есть Академия прикладной кинезиологии. Это Людмила Васильевна, ой, Людмила Фёдоровна Васильева. Она профессор кафедры, она врач-невролог, доктор медицинских наук. Вот она у нас основной двигатель прикладной кинезиологии. В стране? Да, кафедра занимается исследованиями. Они работают со спортсменами очень много и с хорошими результатами. Вот. Прикладная кинезиология использует мышечное тестирование. Такая биологическая обратная связь с телом. И метод лечения можно использовать любой, опять же, который на основе этой биологической обратной связи покажет свою эффективность. Это могут быть иголки, да хоть массаж, мануальная терапия, остеопатия. Это инструмент, который позволяет показать, что конкретно нужно телу в данный момент, что будет оптимально. Как человеку понимать, есть какой-то прогресс или нет? То есть уже после первого посещения специалиста должен какой-то быть результат. Но на что опираться? Просто когда ты обыватель, очень сложно разобраться в этом. И вот что должен человек почувствовать? Облегчение какое-то? Я понимаю, что разные ситуации есть. Да, если специалист делает какие-то манипуляции, то эффект должен быть, в принципе, незамедлительным. Хоть чуть-чуть, но должно становиться легче после манипуляции. Динамика должна быть. После манипуляции, конечно. Как правило, после моего сеанса почти всем становится легче после первого сеанса. По количеству сеансов это может быть, допустим, один сеанс, если совсем легкая проблема, простая. Если что-то более сложное, такое хроническое, конечно, там требуется больше. А так это болезненные должны быть ощущения или нет? Ну, некоторые манипуляции болезненные, но они не такие болезненные, как та боль, которую испытывают пациенты. А вот иголки. Расскажите, иголки это в каких они случаях применяются? И что за иголки? Какие заболевания они тогда помогают? Ну, если мы откроем учебник по рефлексотерапии, мы увидим, что практически все можно лечить иголками. Даже так? Я в своей практике в основном использую лечение болевых симптомов, синдромов. Ну, это основное то, с чем направляется ко мне пациент. А это больно ее ставить? Иголочки? Да, бывает. Ощутимо. Все это больно, понимаешь? Сколько по времени, Антон, вот сеанс с иголками занимает? Вставляют минут 10, наверное. Да нет, ставятся они довольно быстро, но я в своей практике не использую чистые иголочки, потому что мои пациенты не могут ходить каждый день ко мне, как на работу. Поэтому я стараюсь комбинировать методы, чтобы пациент получал максимальный результат с минимальными затратами времени и денег. Детям можно ходить к остеопату? Нужно. Нужно ходить к остеопату по показаниям. Да, сейчас, к сожалению, на эту тему ведутся споры. Я не разделяю мнение многих специалистов, остеопатов, которые говорят, что причина всему там родовая травма. Просто мы не можем утверждать, что это, допустим, родовая травма. Лебенок мог там в возрасте года-двух тоже получить травму шеи. Например? Да, например. Ну, просто мы имеем проблему, допустим, шеи, ее надо решать. Не надо вот всем говорить, что у них родовая травма. То есть, в принципе, уже с малых лет, совсем, можно маме идти с ребенком? Я своих деток показывал. У меня теща остеопат с большим опытом. И она смотрела их буквально с выхода. Скажите, где учиться, например, на остеопат? Ну, сейчас, возможно, нас смотрят люди, которые закончили школу, думают, вот пойдем в медицинский. Посмотрели страну ФМ, думают, остеопатия. Хочу, как я селев. Очень много, где сейчас можно учиться, но старейшее заведение – это русская высшая школа остеопатической медицины, которую я закончил. У нее богатый опыт, хороший преподавательский состав и европейская остеопатическая школа. Очень качественное учреждение, дает великолепное образование, но стоит намного дороже. Понятно. Ой, ладно, друзья, в общем, надо следить за здоровьем, заниматься спортом. А сон, кстати, имеет значение? Да. И на чем ты спишь? Какой матрас у тебя и так далее? Да, конечно, я своим пациентам тоже обязательно даю рекомендации по поводу сна. У меня ортопедическая подошка, но я привез из Таиланда, из натурального латекса. Вот для меня это кажется оптимальным. Понятно. Да, но у меня еще есть на всякий случай вторая подошка, потому что иногда мне хочется полежать на боку, иногда на спине. То есть, так. В общем, друзья, следите за своим здоровьем. Спасибо вам огромное, Антон. Антон Киселев, врач-невролог, мануальный терапевт, остеопат был у нас сегодня в эфире. Так что, друзья, ищите грамотных специалистов. Не болейте, будьте здоровы. Не болейте, конечно. Антон, спасибо. До новых встреч. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо. Пока. До свидания.